Здравствуйте, друзья! Мы с вами из Пала-Алта. Светик, что происходит с поверхностью помещения? Ну, мы хотим делать стако, да, такое цементное. Стукатурку такую? Стукатурку такую, да, чтобы он не выглядел деревянным. Поэтому для того, чтобы обеспечить вот изоляцию существующего дерева, на него набивается бумага, а сверху на бумагу набивается такая металлическая сетка. Вот такое деревянное оно было, и сейчас тут наверху еще есть, да, вот так. А теперь набивается бумага, сетка. Сетка называется как-то по-куриному. Chicken wire. Chicken wire, так. А, наверное, чтобы куры через нее не проходили. Видимо, в курятниках ее ставят. Ну, я уж не знаю. Чтобы куры не проходили. Почему она называется chicken wire? А потом на эту сетку накидывается штукатурка. Я правильно говорю? Да, вот поменяли, видишь, вот то, что очень хорошо. Поменяли, там были вот эта вот вентиляция кроллспейса, да, это очень важно. Внизу. Да, они были все поломаны, эти решетки, пугнутые. Вот эти решеточки. Да, это очень важно, чтобы они были без дырок, во-первых. И тоже от Chicken хорошо помогает. От крыс помогает хорошо. От крыс, о, это тоже важно. Так. В данный момент там одна, по-моему, открытая, вот эта уже нехорошо, когда открыто что-то. Я не вижу. А, там дальше, нет, там другая сетка стоит. Там стоит? Да, ну сейчас мы посмотрим. Вот тут еще одна с сеточкой. А вот эта, наверное, это старая сетка. Или, может быть, новая, но другой окраски. Какая-то она действительно не очень хорошая. Странная, нет, дело не в хорошей стены, другого цвета. Ну ладно, зайдем. Ну хорошо, значит, они сейчас так вот все сеточкой, а на сеточку будут накидывать штукатурку. Смотри, там внизу металл, ты видишь? Ну да, это называется шип металл. Потому что основная задача вот этой бумаги и этой сетки, чтобы если идет дождь, да, а снаружи штукатурка, это штукатурка является водопроницаемым материалом. Да, она пропускает воду. То есть основная задача, чтобы вода стекала вот по этой бумаге. Дальше она должна вот через эти дырочки в металле стекать в землю. Ага. Ну хорошо. Так, кроме вот этого вот, то, что мы видим. Что у нас еще новенького за недельку? Или там, сколько дней мы были назад? В прошлые выходные мы здесь были, да? Покраски сделали, да. Так. Прокладывают интернет-шнуры. Что прокладывают? Ну вот интернет-шнуры. Очень важно все сделать. А, кабель идет. Да, раньше, когда дом деревянный, ты в любом месте можешь сделать дырку. Да. Кстати, вот эту решетку надо бы снять. Да, ну ты скажешь, ребятам, да, тут как-то с прошлых времен какая-то решетка. Но она по-своему даже красивая. Нет, она нам не нужна совершенно. Она абсолютно не писает сюда. Уберем решетку. Так. Ну, так что ты говорила раньше? Старые времена. Когда все деревянное было. Когда все деревянное, ты можешь в любом месте протерлить дырку и протянуть шнур, собственно говоря, каждый раз, когда у тебя телефонный сервис или телевизионный сервис нужно сделать. А сейчас штукатурка будет? А, штукатурка, это уже серьезно делать. Поэтому он должен быть изолированный. Поэтому очень важно... Вот здесь предохранитель, видите, он смотрит. Да, поставили новый вот этот щиток на 200 ампер. А было? Был 150. Ага, ну, то есть не безумно. Но зато это сегодня максимальный вес. Ага. Давайте мы так покажем, как выглядит. Вот щетчик. А щетчик надо старый, да? Щетчик старый, щетчик никто не меняет. Ага. Ну что, пойдем внутрь, может быть? Ну, давай. Тут вот электрики работают. На американской стройке, друзья, в субботу полно народу. А вот сюда, видите, они тоже заходят. Вот там соединяют. Видите, они так немножко разрыли. Вот тут земля. Вот отсюда идет соединение. Вот коробка на стене дома. Потом пошло вот так, землю пошло, пошло, пошло. И вот тут вынырнуло. И пошло вот. Раньше это было гаражом, то, что мы видим. А сейчас вот, можно сказать, такая тещина, такая комната, пристроечка. Получилась небольшая. Вот туда сейчас идет электрика. Ее обновляют. То есть не то, чтобы электрики раньше не было, но ее обновляют. А это вот трак, на котором ездят электрики. Тут много всякого у них. Видите? Такая серьезная, профессиональная вещь. Так, это система управления и рошения. И вот здесь тоже такая. Давайте вам покажу. И вот Светлана разговаривает с электриком. И они там обсуждают, где, что, откуда идет, как соединяется. Интернет, особенно у нас вот сегодня. Тема дискуссии, как пойдет интернет, где встанет модем и так далее. Вот входная дверь. Тут еще стены старые. Они тоже будут, да? Штукатурочкой. Вот то, что мы видим сейчас деревом. Нет, дело в том, что здесь же будет комната еще. Вот прямо вот на этом месте. Вот прямо на этом месте. Ну, давай, вот я отойду, а ты покажи мне издалека, где будет комната. Вот она от дома пойдет, вот такая. Так. По столбам. Так. И до этой стенки. Окей. То есть это будет такое вполне приличное, метров там 5-6 квадратных, да? Да, где-то около 6 квадратных метров. Там будет помещение, и в нем будет половинка туалета и большой шкаф из прихожей. Потому что в этом доме вообще нет никаких шкафов. Вот мы построили один шкаф у входа. Да. И вот тут будет еще один шкаф вот тут вот. В туалете? Нет, он будет из коридора. Ага. Он будет часть этого туалета, задней стенкой. А он будет из коридора вообще. Ну, туалет будет просто туалет с душем или что там будет? Нет, душа не будет. Будет только половинка. То есть туалет и умывальник. Называется powder room. Powder room. То есть в доме сейчас один туалет? А будет полтора? Ага. Ну, на три спальни полтора туалета, в общем-то. А дорогое удовольствие туалет? Ну, если делать душ, то да, сильно дорогое. Душ очень удорожает, потому что там, во-первых, нужно инспекции отдельно проходить на то, как там вода протекает и все такое прочее. Кроме того, его нужно выкладывать кафелем, что тоже, в общем-то, не дешево. Ну, в общем, целая система. А толчок не страшно? Ну, толчок проще. Проще. А вот можно будет оставить этот цемент? Или нужно будет как-то... Нет, дело в том, что я вот уже... Сейчас вот это все находится на обсчете у так называемого structural инженера. Да. Даже не знаю, structural... Струкчер, ну... Да. Ну, не важно. Инженер по строительству, да, который нагрузки все измеряет. Да. И дело в том, что вот этот цемент, который здесь лежит, это не строительный цемент, это просто площадка. Поэтому на него ничего нельзя опирать. И, скорее всего, придется вырезать вот весь этот цемент вот здесь вот и делать следующий фундамент. И на него ставить стенку. Более того, нужно укреплять вот эту всю стенку. Вот эту? Да, вот вся эта стенка до самого угла, она будет укрепляться. Из-за вот этого туалета? Из-за этого туалета, так называемый щервол будет, да, такой серьезный. И как бы нам не пришлось еще и крышу здесь укреплять, потому что она неправильно сделана. Ну, это не крыша, это навесик какой-то. Ну, этот навесик сделан неправильно. А в чем неправильность навесика? Ну, вот я точно не знаю этих технических тонкостей, но там проблема в том, что вот на них лежит крыша, неправильные доски лежат. Это они как бы не держат нагрузку. Вот в этом месте, вот тут? Ну, где соединение идет, да. Ага. То есть люди, которые инспектора, говорят, что это неправильно. Да, то есть, наверное, если сразу человек инженер посчитает, что нужно что-то делать еще дополнительно, то придется что-то делать. То есть, друзья, даже полтуалета может выйти в серьезную, так сказать, доделку-переделку. Да, в общем, все это не так безобидно. Безобидно, да. Значит, а что будет дальше? Вот тогда цемент останется? Да, да, вот эта площадка, она же в целом хорошая, все что не касается вот от этого струба. Да, так, дальше. Она хорошая, здесь будет крыльцо нормальное, не такое вообще странное обитое фаркет. Ну, да, да, забавное крыльцо. Да, здесь будет крыльцо нормальное. А этот вход, он же изначально, когда мы дома только покупали, этот вход был главным. Да. Но поскольку мы главный вход сделали с другой стороны, то этот вход у нас будет типа бэк-ярд. Так у нас что, теперь адрес будет по другой улице? Ну, пока штатный остается этот, то есть штатный, что входная дверь не имеет отношения с угловой лот. Правильно? Вот, а может быть со временем имеет смысл адрес поменять тоже. Ну, хорошо, так что? Вот, но... Здесь будет дверь со стеклом. Здесь будет дверь со стеклом, такая, которая выходит на бэк-ярды, которая имеет больше смысла, чтобы свет проникал, потому что мы убираем вот это окно всталых комнатах. Этого окна не будет из-за туалета? Из-за туалета, да. Вот, а здесь будет стеклянная дверь. Я даже думаю, что если нам удастся сохранить эту железную дверь, она неплохо. Дополнительная продажа. А за ней стекло? А за ней стекло, да. Хорошо. Свет, прокомментируй, что тут вокруг камина происходит? Ну, тут происходит совершенно не то, что планировалось. Так, ну, как всегда, да. Как всегда, да. То есть, на самом деле, тут должно было быть все по-другому, потому что... Ну, покажи у стеночки. Ну, я не хочу показывать, это секрет. А, секрет, окей. Это секрет. Это секрет. Но так не должно быть, ни с точки зрения качества покраски, ни с точки зрения... Но это же они не закончились красить? Да, но все, что сейчас выглядит, это совершенно не то, как это должно быть. Окей. А должно быть, конечно, гораздо более симпатичным. Но сейчас мы на стадии покраски. У нас тут все красят. И надо сказать, что такое все белесое, что даже трудно камере остановиться на чем-то. Тем не менее, между потолком и стенками видно разница. Потолок чуть-чуть побелее. А стеночка совсем белая, а стеночка немножко офф-вайб. Что для рентала это хорошо, потому что люди со своей мебелью... А стенка у нас акцентная, что ты проходишь и сразу видно. Там камин еще тоже. Да, и красота, и камин. А все остальное оно такое люфтенькое, чтобы люди могли украсить это по своему усмотрению. Всем чем угодно. Да. Так. Вот у нас здесь получилось на самом деле, как я это и вижу, да? Да. За счет того, что мы сделали здесь шкаф. И как бы искусственно немножко расширили вот эту пространство, да? То у нас здесь получился как бы... Я бы так сказала, что то больше ливенгром, например, да? А здесь вот только то вот это формирует. А мне ливенгром? Окей, да. Да, да. Я бы так сказал. Да, да. Ну, вот и вот такое место, небольшое, как бы типа для фэмили-ром и немножко дайнинг, или наоборот вот тут фэмили-ром, тут дайнинг. Это еще нужно... Какое-то дополнительное пространство возникло. То есть оно немножко реструктурировалось просто за счет того, что мы закрыли... В чем смысл вот этой балки сверху? Эта балка нам осталась по наследству от старого дома. Дело в том, что изначально, вот это была граница всего дома, и вот эта вот вся комната достроили. То есть это балка, это элемент крыши. Я помню, то есть вот то достроено. Да, тут кончался дом, поэтому вот этот угол немножко выступал изначально. То есть дом, будучи и так небольшим, когда-то был совсем... Совсем был небольшим. Крохотульчиком. Да, но сейчас получилось все довольно-таки симпатично. И вот здесь вот можно сделать, например, кухню, да? Тут можно сделать вот такие стульчики, которые возле каунтера. Да. А здесь какие-то сидячие места. Это будет как бы часть уже будет фэмили-ром. Будет мило. Вот здесь, например, поставить обеденный стол. Где, где, где? Вот здесь вот. Обеденный стол, да? Да. Тут можно посидеть. А вот это уже получился у нас такая фэмили-ром с телевизором, там, с чем-то, или с Ливенгером. Названия, в принципе, они такие взаимозаменные. Ну, это, конечно, не такой покраски. Да. Ну, в общем, друзья, идет процесс покраски. А что после покраски будет? Ну, после покраски уже финиш пойдет. Уже нужно будет ставить вот эти стеллажи, которые мы хотим поставить. Вокруг камина полочки такие будут. Да, будут стеллажи, и будет полка над камином, и сам камин покрыт мрамором. Оно должно все в итоге не будет. И вот там справа провода торчат, там будет у нас полочка с модемом, да? Да, да. То есть здесь интернет будет в дом попадать. Как бы так. Ну, что же, в твоем понимании, сколько нужно времени, чтобы вот все это закончилось? Мы очень сейчас зависим от сети, от нас вообще ничего не зависит. То есть у нас сейчас в чертеже находится у страхового инженера, который тоже займет 2-3 недели посчитать это все, да? То есть только через 2-3 недели мы сможем подать, а сети берет 30 дней. Ой. То есть это пару месяцев, пока пермит появится? Да, на ту достройку. То есть нас ничего не держит здесь заканчивать все потихоньку, да? Но вот та стенка, которую изнутри мы должны сломать, она все-таки должна быть сломана, и это все должно быть делалось пермитом. Я понял. То есть на самом деле мы можем пока продолжать тут чего-то делать? Собственно говоря, не можем ничего закончить все равно, пока пермиты не закроются, поэтому спешить нам некуда. Я думаю, что это будет идти там со своей какой-то скоростью не очень такой большой. Ну, то есть месяца 3, наверное, 2 месяца до получения пермиты, еще месяц, чтобы там... Ну, да, ну, постихоньку тут нужно заканчивать финиш, да, финиш это более такая кропотливая работа, потихонечку вымывать. А вот с травкой там на улице мы будем что-то делать? Так там же с травкой все хорошо, у нас же есть лонскейпер, который ухаживает за ней. А, ну там просто накидано, набросано, а сейчас еще... Ну, накидано, значит, там дело в том, что шли дожди, и та часть, которая не была покрытой основной травкой, да, она оказалась покрытой травкой тоже. Проросло что-то? Да, просто проросло, но это не есть травка, она... Понял, то есть у нас есть лонскейпер, который этим занимается. И мы надеемся, что кусты вырастут, но вот уже как-то будет приобретать это все какой-то более-менее нормальный вид. Ну, хорошо, пошли. Да, ребятам всем привет, кто за стройкой нашей следит. У нас впереди еще много интересного. Несделанного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...